Здравствуйте, дорогие мои друзья! С вами Окружающая Среда, программа о культурной жизни города Запорожья, его культурной среды, обитания нашей среды. Я приветствую всех ее обитателей и телезрителей. Сегодня я хочу начать с музыкального события города. Это концерт, организованный старанием запорожского джаз-клуба и удачных обстоятельств. Минувшую субботу в Запорожье выступил Рэй Браун-младший, джуниор, известный джазмен и сын легендарных музыкантов Элла Фитчжеральд и Рэя Брауна. Вместе с американским исполнителем выступили и запорожские музыканты. Наша съемочная группа также побывала в ДК Металлургов, этой президенции запорожского джаза. Жаль, если вас там не было, но не все потеряно. Все еще есть программа, которая с удовольствием вам расскажет и покажет и поделится новостями и впечатлениями о самых разнообразных интересных событиях в культурной жизни города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из самых известных джазовых стандартов – «Караван», написанный еще в 30-х годах 20-го века дюком Эллингтоном и тромбонистом его оркестром Хуаном Тизелом – в интерпретации Рэя Брауна на старте программы. В дальнейшем в ней прозвучалось десяток знакомых стандартов и популярных мелодий. Но каждая совершенно с неожиданными и свежими версиями, принятыми слушателями с большим энтузиазмом, плюс огромное обаяние исполнителя, который расположил публику буквально с первых минут своего появления на сцене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один знаменитый джазовый хит – «Let's Fallen in Love» – «Давайте влюбляться». Кстати, в этом году ему исполняется 80 лет. В исполнении Рэя Брауна наполняется особым смыслом. Ведь в Украину, в частности в Запорожье, его привела любовь. Избранница певца – тоже музыкант, веолончелистка Наталья Ильина из Энергодара. Они познакомились на борту круизного лайнера. Несколько лет оба работали в международном проекте, много общались и в конце концов поняли, что полюбили друг друга. Сейчас у Рэя официальный отпуск, и он приехал в гости к любимой. Его коллега и друг, известный джазмен, мультиинструменталист Владимир Зинковский, наш земляк, долгое время живший в США, предложил сделать несколько концертов в Украине. Уже отыграли в Донецке и в Ялте на очереди Одесса. В Запорожье проект поддержал наш джаз-клуб. С американским солистом, кроме запорожских музыкантов, выступил также саксофонист из города Сумы Иван Калюжный. Прекрасные музыканты, отзывается Рэй Браун о своих украинских коллегах. И не просто прекрасные профессионалы, но и хорошие, добрые люди. Очень легко работается с украинскими музыкантами. Они с воодушевлением приняли и поддержали меня. Я очень благодарен судьбе, что встретил таких людей. Что касается совместного музыкального проекта с любимой, Рэй Браун не исключил такой вероятности. Признался, что виолончель открывает большие джазовые возможности. И теперь все зависит от Натальи. Тот же предложил, например, с виолончелью могла бы прекрасно прозвучать популярная композиция Владимира Косма «Опавшие листья». Субтитры создавал DimaTorzok «Быть в компании хороших людей – больше отдавать, чем брать, и самому оставаться порядочным человеком». Такой главный жизненный урок Рэй Браун Джуниор получил от родителей легендарной певицы Элла Феджуральд и знаменитого джазового басиста Рэя Брауна. «Главное в жизни – оставаться хорошим человеком. Это то, чему научила меня мама. Она часто говорила, очень важно поступать порядочно, быть добрым и честным. Именно такой она была сама, моя мама». «Моя задача как артиста, – сказал Рэй Браун, – сделать так, чтобы люди ушли из концерта в лучшем настроении, чем пришли. И с этой задачей американский джазмен при поддержке украинских коллег блестяще справился». «Моя задача как артиста, – сказал Рэй Браун. «Просто надо быть благодарным. Благодарным жизни за то, что надо эту возможность петь для людей, общаться. Просто надо быть благодарным за дар жизни. Вот секрет хорошего настроения». «Очень важно быть готовым отдавать, давать людям это искусство. И в жизни человек, который дают, он не может быть в плохом настроении. Конечно, есть вещи, которые могут меня расстроить. Но это шоу-бизнес, ты должен оставить все свои проблемы за сценой. Для меня это очень важно, чтобы я вышел на сцену в хорошем расположении духа и всем этим поделился с публикой». «Ну и музыканты, их можно назвать джазовым музыкантами. Когда они играют на сцене, это семья. И несмотря на то, что они все работают, но тем не менее у них это практически как бы дружественные и семейные отношения. И для многих музыкантов в Америке очень важно, в каком настроении уходят и в каком они играют, потому что негатив передается. Наверное, вы сегодня обратили внимание, что все музыканты, не только рэ, были очень позитивно заряжены. Это редко встречается, по большому счету. И, наверное, вы это и почувствовали, что мы играли все в одной лодке и были, по сути дела, одной командой сегодня». Силу мощного заряда, позитивной энергии запорожская публика приняла на себя с радостью. Зрители с удовольствием подпевали, хлопали и смеялись. Наш гость, в свою очередь, признался, что уезжает в Запорожье с прекрасными впечатлениями от города и чувством благодарности ко всем людям, которые так тепло его здесь приняли. И, конечно, с сердцем полным любви. И потому мы можем рассчитывать на новую встречу. Бешеные деньги. На что мы готовы, чтобы разбогатеть? Страсти вокруг богатства, жадность людей к деньгам. Эта тема во все времена волновала писателей и драматургов. Ради богатства совершались и совершаются подлости и даже преступления. Рассказать об этом можно языком трагедии или драмы, а можно языком сарказма или просто посмеяться над человеческой слабостью к деньгам. В таком случае выходит комедия. В Академическом музыкально-драматическом театре имени Магара основы классика, на этот раз русская. Это комедия Александра Островского «Бешеные деньги». Классика потому и классика, что интересно и актуально в любые времена. Но бывает, что называется стопроцентное попадание. Произведение, написанное десятки лет назад, в позапрошлом веке, именно сейчас, в настоящий момент, звучит особенно остро и жизненно. Такая история с бешеными деньгами Островского. Герои пьесы думают про деньги, говорят про деньги и сыплют афоризмами. Тоже про деньги. А где же умеет денег взять, а? Нету из больших денег. Много денег. Да неужели же нет ни у кого? Есть. Только уж они. Скажи мне, будет. У деловых людей, которые их даром не бросают. Не бросают? Жаль. Ещё как жаль. Деньги-то теперь тоже умнее стали. Они всё к деловым людям, а не к нам. А прежде деньги тот мутере. Вот такие деньги вам нужны. Какие? Вешенные. Как разбогатеть? Где взять деньги у каждого из персонажей? Своя стратегия. Главная героиня, первая московская красавица, Лидия, выбирает проверенное. Выгодный брак. Ну и что, что провинциал, зато говорят миллионер. Её немолодые ухажёры деньги занимают друг у друга и берут кредиты. Правда, отдавать нечем. Ну, о том, как вернуть долг, уверены они, пусть думают кредиторы. Зарабатывает лишь один Васильков-подрядчик на строительстве железных дорог. Одним словом, деловой человек. Или, как сейчас бы сказали, бизнесмен. Что, впрочем, одно и то же. Умеет не только зарабатывать, но и экономить. И беречь копейку. И даже большое чувство не заставит его выйти из бюджета. Ещё один афоризм пьесы. Собственно, и красавицу-жену деловой Васильков намерен использовать с пользой для дела. Для наведения деловых связей. Что касается пьесы, на мой взгляд, конечно, это прямое попадание в наше время. И даже не потому, что мы говорим классика, это бессмертный материал, который вечен в любом времени. Но именно сегодня бешеные деньги, вы знаете, ну, совершенно проблема этих бешеных денег, она нас как бы островски предвидела, что мы вот будем жить в этом времени. И будем говорить об этих бешеных деньгах. Потому что, когда мне говорят, что каждый день появляется или там час новый миллионер. Вот, конечно, меня это поражает, каким это образом получается. А островский говорил, что бешеные деньги – это деньги, заработанные не своим трудом, а какими-то другими махинациями. Я не исключаю, что, конечно, многие есть, которые заработали своим трудом, но в большинстве случаев, конечно, я не верю в это. Не только я, я думаю, что весь народ наш, он не верит в это. Поэтому эта пьеса, вот нас она и заинтересовала, и я думаю, что она вызовет определенные реакции определенные. Мы ничего не навязываем, мы ничего не конкретизируем, мы не говорим, где хорошо, где плохо. Мы говорим, посмотрите, как оно делалось в то время. А получается, что это наше время. И невольно зрители говорят, подожди минуточку, ну потому что вроде было 200 лет назад. В чем дело? Почему сегодня я узнаю это? Вот в этом и бессмертие этой классики. Декорации, музыка, танцевальные номера работают на замысел создателей спектакля, усиливая комедийный эффект, доводя происходящее на сцене до гротеска. Сама идея сценографического решения, она всегда подчинена общей концепции, общей идее режиссуры, вот естественно, произведению. Пришла такая мысль, что появляется у нас паровоз Черепановых, двигатель прогресса России. Я вообще думал превратить поезд Черепановых в Хундай, в такую обтекаемую форму, более такого. И это может было еще более комедийно, потому что это все-таки, это комедия, но комедия с определенным смыслом. То есть с течением времени очень мало что меняется. Потом, когда вы в совершенстве обладаете хозяйством, я возьму вас в свой губернский город, где вы должны ослепить губернских дам своими манерами, туалетом. Я на этот денег не пожалею, но из бюджета не выйду. Отношение автора к Василькову тоже не совсем однозначное. Вот ваш взгляд на этот вопрос. Да, ну Васильков это тот, который пришел, который пришел, этот дикий капитализм. И вот он представитель этого дикого капитализма. Он совершенно перекликается с нашим, наступающим на нас диким капитализмом. Это очень деловой, да, деловой человек. За ним будущее. Почему мы взяли эту пьесу? Ведь это великолепный материал для актерской работы. Актеры должны расти. Вы видите, у нас молодых много работает в спектакле. И актер растет на таком потрясающем, глубоком, серьезном материале. Я хочу сказать, что встреча с Островским – это всегда праздник для актера. Это редкость, и не так много мы играем Островского. Я впервые, вернее, в молодости еще играла, была одна пьеса. И сейчас вот встретилась снова с Островским. Знаете, большая радость и не только для меня, и для всего нашего коллектива. У нас группа подобралась очень интересная. Личное отношение есть к бешеным деньгам? Ну, как вам сказать? Да, актеры. У меня их не было никогда. Мне не делал никто дорогих подарков. Я никогда не находила деньги. Я никогда не удачлива, какие-то сделки не просят. Так что для меня это все только теория. На самом деле я этого не знаю. И потом актеры. Актеры всегда работают не за деньги, а за аплодисменты. Нынче время такое, что мы, телятцы, глумы, да кучумы, будем иметь в нем и почет, и кредит. Бешеные деньги Островского запорожские зрители смогут увидеть в течение марта. Примерные показы намечены в репертуаре театра на выходные дни 2, 10, 16 и 23. Еще об одном событии в областном музыкально-драматическом театре имени Магара. Три года назад ушла из жизни выдающаяся актриса этого театра, представительница поколения магаровцев, как их называют, народная артистка Украины Татьяна Мирошниченко. 18 февраля ей могло бы исполниться 80 лет. Память своей великой актрисы в театре почтили музыкально-поэтической программой. Татьяна Кузьминична прекрасно пела и была известным ценителем поэтического слова. Именно поэзия и любовь к родному языку украинской мови привела Татьяну Мирошниченко в театр. Она стала актрисой, хотя в школе мечтала быть журналистом. На экзамен в театральный пошла за компанию с подругой и так поразила приемную комиссию чтением собственных стихов, что ее приняли с первого тура. В 1956 году ее выпускницу Харьковского театрального института в Запорожский театр пригласил сам Владимир Магар. С тех пор весь свой талант, всю жизнь она посвятила служению этому театру и этой сцене. За 50 лет ей было сыграно более 160 ролей. Она могла создать глубокий психологический образ и сыграть колоритную представительницу из народа. В ее репертуаре были характерные персонажи и романтические героини. Зрители специально ходили в театр, чтобы увидеть игру любимой актрисы. Обладая великолепным чувством юмора, признавалась, что очень любит комедии. Но больше всего запомнились созданные ею драматические, трагедийные образы. Одна из последних ролей Бернарда в спектакле «Дом Бернарды Альбы». Я когда увидел Бернарды Альбы, я, конечно, сразу сопоставил с такими великими актрисами, как Френдлих. Поскольку я ее просто видел в театре, я испытал точно такое же чувство, знаете, женского очарования. То есть, нисколько мастерства, да. Ну, когда на таком расстоянии, да, и когда ты слышишь, ну, такое, как бы, такие вибрации, что, ну, тебя просто пробирает мурашки. Я очень помню этот эпизод, когда она, Бернарда, остается одна. И костюм же глухой, да, черный такой, под самое горло. И вдруг она в какой-то момент только одну пуговицу расстегивает и делает вот так рукой. И я понимал, что это не только у меня. Это было ощущение, что вот, ну, понимаете, то есть абсолютная сексуальная женщина. То есть одним жестом можно было так сыграть. Это, конечно, ушедшие мастера. Вот я могу сказать, с ней закончилась эпоха для меня. Может, кто-то скажет, что украинский театр живой, живет. Ну, я скажу, вот еще Антоненко, она, Параконьев, вот Гапон, уходящая эпоха. Потому что, ну, это даже не от нас зависит, что мы не менее талантливы, а просто как-то время по-другому нас печатает. Вот глядя на нее, ты понимаешь, что такое украинский классический театр. Я бы сказал, у нее был трагедийный темперамент. Вот та тоже ридкісная амплуа с редакторами на сцене, это было ей дано. Но есть в трагедиях, або и в тех же драмах, от украинских, там, классических, корефеи, которые писали, там, Карпенко-Карри, ну, такие трагедийные сильные места. И вот эти места, тут нужно иметь трагедийный темперамент, чтобы на сколько пропустить, когда она говорила Василю, вернись, когда грала Гордилю, скажем, ну, мороз по спине, как это было. Но одна из самых талантливых и красивых актрис в истории Запорожского театра, Татьяна Мирошниченко, запомнилась зрителям и всем, кто ее знал, не только как актриса. Она была человеком необычайной внутренней силы и настоящей патриоткой Украины. Находила время и блистать на сцене, и активно заниматься общественной деятельностью. Много внимания уделяла молодежи. Она была педагогом, депутатом горсовета и руководителем просветы. Так, как она любила Украину, как она любила родную мову, как она любила Украинский театр и несла славу нашему театру по всему Радянскому Союзу, это величина заслуга. Она мала, понимаете, у нее такое ощущение было загострено патриотизмом. У нее был такой диапазон творчий, велик. Она могла и комедию играть, и трагедии, и драму, и все, понимаете. И она справедливо така, она всегда допоможе. Она осуществляла профспилки нашего театра, она всегда про людей дбала, понимаете. Для нее чужая боль, была своя боль. Понимаете, это очень важно, чтобы сказать, что страдание мать. Вона никогда не лежала в лекарне, вона никогда не хрипла. И когда произошла такая трагедия, что она очень тяжело захворела, и покинула этот мир, и нас, мы этого не ждали. И даже не было ни где карты, ни в одной лекарне. Вона никогда не хворела, а может и болела, что она никогда не казалась. Она всегда была в настроении, всегда была такая, на боевом, мне кажется, взводе. Ей была притамана риса справжньої української жінки. Это, я скажу вам, ну, окрім там щедрости, щирости, нежности и таке інше, почуття власної гидности. О, это то, что у других, в меньшей мере, виражено. Это нужно изобразить, это нужно изобразить. Это она мала, это она мала завжди в житті. Вона была такою, с почуттем власної гидности. Потому что на Украине жінка, вона ж была больше вільна, чем, скажем, в Росії, чем десь там на Заходе, чем, тем больше, там, где ислам споведую. Тут у нас жінки, ви ж знаєте, і навіть одружувались самі, ходили, могли приходити і сватити собі нареченого жениха, там, вабирати, так? І, мабуть, оцей генетичний код від Роксолани в ній був. Тетяна Кузьмівна, крім того, що вона освітлювала цей будинок майже пів віку, що вона, будучи українкою, вона українства свого не соромилася, навпаки пишалася, вона купалася в своєму українстві. І такий був в неї репертуар, і такі в неї були пісні, і такі вона поезію виконувала, ту женаїду знала на пам'ять. Легенду запорожской сцены вспоминали колеги-артисты і її ученики, читали стихи і пели пісні. А известний запорожський поєкт Петро Ребро прочел собственні строки, посвященні Татьяне Мирошниченко і своєю новою книгі, яку тут же подарив сону актриси. Вона мене запомнилась як чоловік какой-то мощной, огромной внутрінній силы. І вот эта сила присутствувала і на сцені, і вне сцены. Вот какой-то необыкновений чоловік, із ряда выходящий. Ми грали в спектаклі «Снежна королева». Зимой, обична сказка шла зимой, на Новий год, я йду в свою гримірку, во вторую, а она мене з третій кричить, «Чого ти туди пішла? У тебе холодно, іди до мене». І вот я приходила, садилась за її столик, от ми так сиділи рядышком, і вона мені розказувала історію театру. «Ти ж нічого не знаєш, ти ж не знаєш, в якому театрі ти працюєш». І вона мені розказувала всю історію театру во время «Снежної королеви». Такі актори входять, це йде частина і твого серця, і частина театру, і частина України, розумієте? Це ж не послак такі, а це велика актриса. От окажуть, хто такий великий українця? А це вона велика українця з великої літери, українка. А ще собравшіся вспоминали о прекрасному меццо-сопрано актриси і о том, як, уже будучи известной артисткой, она училась играть на гитарі і фортепіано. В пам'ять о Татьяні Мирошниченка в цей вечір звучала музика. Вот і все, що я планировала розказати сьогодні. У нас вже є, що розказати вам в следующий раз. В частності, о прем'єре в Театрі Молодежі, об експериментальній музіки і нових виставках. Кстати, на одну із них ви можете отправитися уже сьогодні. В художественному салоні «Намира». Экспозиція робот художниці Вікторії Коневої. Рекомендую. Ну, а тепер мені остається пожелати вам отличного самочувствия. С наступившою вас весною, наконец-то! Хорошого всем настроення і багато свежих, разнообразних впечатлений від встреч з искусством. І не тільки. Не забувайте, що наша окружаюча світа, то, якій она буде, зависіть от вас. Наполняйте її інтересними событиями. Удачі на цьому пути! Всем пока! Субтитрувальниця Оля Шор!